Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео я представлю вам обзор и отзыв на книгу Хосе Артега и Гассет «Восстание Масс». В начале видео коротко поговорим о том, кто такой Хосе Артега и Гассет. Некоторые исследователи говорят о том, что Хосе Артега и Гассет был самым лучшим испанским философом. С одной стороны, это правда, потому что других испанских философов, настолько же сильных, как Хосе Артега и Гассет, к сожалению, не было и нет до сих пор. Однако по сравнению с европейской философией, французской, немецкой, он выглядит бледно. Он смог выдвинуться в ряды испанских философов, прежде всего, благодаря своей семье. Двойная фамилия Артега и Гассет говорит нам о том, что и родственники со стороны отца, и родственники со стороны матери приложили руку к становлению этого философа, как философа. Так, Гассеты, это родня со стороны матери, они были государственными служащими и медиамагнатами. И они приложили руку к раскрутке Артега и Гассета, публикуя его труды в своих журналах. Артеги, наоборот, несмотря на то, что они были интеллигентами, они не владели какими-то существенными бизнесами. Однако, благодаря тому, что родня со стороны отца были интеллигентами, это помогло переориентировать Хосе Артега и Гассета со стороны журналистики, журналистом, которым он был по образованию, на сторону философии. Хосе Артега и Гассета родился в последней четверти XIX века и умер где-то около середины XX века. Точные даты жизни и смерти, точную биографию вы можете прочитать в Википедии, я не буду на этом долго останавливаться. Хосе Артега и Гассета был за то, чтобы свергнуть короля в Испании и чтобы в Испании установилась республика. Однако, после свержения короля и основания Второй республики, в Испании начались необратимые процессы. И переходим к отзыву о книге непосредственно. Хосе Артега и Гассета в самом начале книги пытается дать определение, что такое толпа и что такое массы. Он начинает свои рассуждения с того, что анализирует рост населения за последние сто лет, а для Артега и Гассета это весь XIX век и начало XX века. И он говорит, что за средние века население Европы увеличилось до 100 миллионов человек, а за последние 100-150 лет население Европы увеличилось до 450 миллионов человек. И тут же он приводит пример, что в США, ну, страну, которую мы сейчас знаем как США, население росло такими же быстрыми темпами и к концу XIX века уже достигало около 100 миллионов человек. И Орте и Гассет говорит, что эти 100 миллионов это не только благодаря рождаемости в самих Штатах, в самой Америке, но и благодаря эмиграции людей из, как он считает, перенаселенной Европы. Я себе распечатал некоторые моменты по тому, чтобы сделать этот обзор более цельным. По книге и по работам Ортега и Гассета. В центре внимания в работах Ортега и Гассета это социальные проблемы. Этим проблемам посвящено две книги. Это «Дегуманизация искусства» и «Восстание масс». Которые, обе эти книги написаны были во второй половине 20-х годов XX века. И он, Хосе Ортега и Гассет, впервые в «Историю философии» изложил положение массового общества, под которым он понимал духовную атмосферу, сложившуюся на Западе в результате кризиса буржуазной демократии, бюрократизации общественных институтов, распространение денежно-меновых отношений на все формы межличностных контактов. Складывается система общественных связей, внутри которой каждый человек чувствует себя статистом, исполнителем извне навязанной ему роли, частицей безличного начала толпы. Хосе Ортега и Гассет критикуют это положение духа, так сказать, справа, считая его неизбежным результатом развязывания демократической активности масс и видит выход в создании новой аристократической элиты, людей, способных на произвольный, так сказать, выбор, руководствующийся только непосредственным, так сказать, жизненным прорывом. Рационализм Ортега и Гассета считает своеобразным интеллектуальным стилем массового общества. Про рационализм вы можете посмотреть отзывы на книге Александра Силаева, это «Философия без дураков» и «Этика без дураков», в которых автор дает развернутое понятие рационализма. Но вернемся к Ортега и Гассету. Ортега начинает свою работу «Восстание масс» с сопоставлением слов «Толпа и масса», о чем я уже говорил ранее. Переключает читателя с количественного понимания этих явлений на социологические. Про социологические процессы вы можете прочитать в книге Бергмана и Лукмана, «Социальное конструирование реальности». Ссылку на обзор я оставлю в описании. «Толпа – явление качественное», – пишет Гассет. «Тоже состояние человека, стадное чувство. Многие люди становятся обезличенными, утрачивают адекватное восприятие реальности. Толпы были всегда. Толпы, которые ходили смотреть на казни. В толпу легко втекают представители разных слоев. Толпа, как, так сказать, черни. Если она то же самое, что масса, то получается, что это не новый феномен. Однако, после выхода русского перевода «Восстание масс» Хосе, Артеги и Гассета в СССР, этот перевод вышел в 1989 году, русские философы критикуют Артега и Гассета за то, что он недостаточно разграничил понятие толпы и массы. Эту критику вы можете найти в интернете. Не будем на этом останавливаться. Сейчас, чтобы более полно понять, о чем писал Гассет, я зачитаю некоторые цитаты из его книги с указанием страниц по этому изданию. Это «Покетбук», который издан издательством АСТ, город Москва, 2016 год. 256 страниц. Итак. «Жить значит вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без устали и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение не решать». Пока я буду зачитывать цитаты из книги, держите в голове события последнего года, то есть 2020 года, что происходило в Европе, что происходило в США, какие процессы. «Нельзя специалиста считать знающим, поскольку вне своей специальности он полный невежда. Нельзя счесть и невеждой, поскольку он, так сказать, человек науки и свою порцию мироздания знает на зубок. Приходится признать его сведущим невеждой, и это тяжелый случай. И означает он, что данный господин к любому делу, в котором он не смыслит, подойдет не как невежда, с дерзкой самонадеянностью человека, знающего себе цену». Я вам коротко расскажу. Это когда человек, который достиг какого-то положения в, допустим, определенной области науки, ну, например, он, допустим, микробиолог, он стал академиком Академии наук, и он начинает судить о других сферах деятельности и давать советы, как будто он в этой сфере деятельности очень хорошо разбирается. Ежесекундно мы прикованы к тому, что будет. Поэтому жизнь поистине непрерывный и неустанный труд. Почему делать, вообще делать, безразлично что, означает осуществлять будущее? Даже если мы просто вспоминаем, работа памяти в такие минуты спешит приблизить немедленно обрести что-то новое, хотя новая лишь радость от воскрешения прошлого. Человек – существо двоякое. С одной стороны, он то, что есть, а с другой – это его представление о себе, более или менее с ним совпадающее. Здесь опять фраза о том, что потом станет одним из направлений психоанализа и психологии. Более подробно читайте в книгах по этим темам. Уже нет, так сказать, полноты времени, поскольку она предполагает ясное, однозначное и предрешенное будущее, как это было в 19 веке. Тогда не сомневались в том, что произойдет завтра. Но сейчас, а для Артега Гасса это сейчас, это 1929 год, но сейчас опять распахнуты неведомые горизонты, ибо неизвестно, кто будет править, какой будет власть над миром. Что означает, какой народ или группа народов, то есть какой этнический тип, а следовательно, какая идеология, какой свод правил, пристрастий и жизненных установок. Разве что-то поменялось за последний век? По-моему, эти тенденции, они только усилились. Только усилились. То есть книга, которая была написана почти век назад. Выдвигать идею означает верить, что она разумна и справедлива. А тем самым верить в разум и справедливость, в мир умопостигаемых истин. Суждение и есть обращение к этой инстанции. Признание ее устава, подчинение ее законам и приговорам, а значит и убеждение, что лучшая форма сосуществования – это диалог, где столкновение доводов выверяет правоту наших идей. Но массовый человек, втянутый в обсуждение, теряется, инстинктивно противится этой высшей инстанции и необходимости уважать то, что выходит за его пределы. Можно цитировать это бесконечно, потому что я, когда читал эту книгу, я специально покупаю покетбуки в том случае, если я хочу поработать с книгой более подробно. Вот, например, страница, которую я подчеркиваю и на полях я пишу какие-то мысли дополнительные. Хосе Артега и Гассет, несмотря на критику его со стороны других философов, несмотря на его слабость, откровенную по сравнению с мыслями других западноевропейских философов из Франции, Германии, все равно сделал большое дело. Он собрал материал, его проанализировал и написал две работы, которые касаются социальных процессов в обществе, которые в начале, в первой половине 20 века только начинались, а сейчас они усиливаются и разрастаются уже по всему миру. Спасибо за внимание, за то, что вы досмотрели обзор до конца, читайте книги, всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok